А, мы это смотрели вроде. Сегодня мы представляем толп 10 угарных элементов, когда стримеры забыли увеличить камеру. Кампот. На одном из его стримеров произошел прикол. Чувак, как обычно, попрощался со зрителями, свернул окно и стал ходить по дому. Кто-то ему позвонил, после чего компот... Да-да-да-да-да, ебать. Я именно так же стримы заканчиваю такой. Ну, ребят, все, давайте, всем пока. У-у-у-у, как я здорово постримил. М-м-м, что поделать? Над подрочить. У-у-у-у-у. Бля, что за хуйня вообще? Чел, ты что, вообще не выкупаешь одну? Что это, постанова или что? Я не понимаю. Или это все-таки не постанова? Может он реальности так ведет, этот человек? Может он представляет себя круглосутки актером и играет роль А не ведет себя естественно, блять Собрал портки и ушел Все это время зрители наблюдали пустую комнату стримера Через какое-то время блудный стример вернулся и с порога начал рофлить Ну привет До меня дописались, ребят Блогер пояснил, что скачал новую прогу для трансляции И не отлично с ней разобрался Чернул окно и подумал, что эфир на этом кончился А потом ему позвонил риэлтор и он поспешил навстречу Тем временем чувака преданно ждали 3000 зрителей Народ думал, что сейчас Рома притащит домой другого стримера фикс Не, я помню, у него была примерно похожая ситуация, но не такая Я помню, как я случайно подрубил трансляцию, когда не нужно было это делать Типа я записывал видео для ютюба И вместо кнопки начать запись в ОБС Типа я через ОБС записывал видео И как бы использовал вот эту кнопку начать запись Я промазал, блядь, у меня еще тогда зрение хуевое было Еще до коррекции зрения И нажал кнопку запустить трансляцию А у меня там камера еще на весь экран была Я сижу такой, типа Нажал, блядь, и сижу готовлюсь Такой, знаете, типа Такой И тут я смотрю, мне в телефон там начинают люди писать Типа, алло, блядь, что за хуйня Я такой Захожу, короче, на твич, а там у ебало, блядь На весь экран Я такой, блядь Слава богу, тогда мне еще много людей не смотрело Это было ночью Там человек 200, там, может быть, где-то зашло Вот У меня там лицо, блядь, такое стрёмное На весь экран И я сижу такой, готовлюсь, блядь Сказать что-то там, что я хотел сказать И люди не понимают, типа Что происходит Почему он подрубил и молчит А я сижу такой и молчу, как бы, да Ничего не говорю Просто смотрю, как бы, в камеру В 2 часа ночи, блядь Это был, конечно, стыд И начнется веселуха Особенно воодушевлены были леди Которые шиперят эту парочку Как бы то ни было Коллеги по цеху сообщили компоту О включенном Кто это, блядь Какой компот, нахуй Когда он еще шел домой Он знает компота, блядь Компот кто-то смотрит Но самое забавное в этой ситуации то Что пустому креслу продолжали донатить Ё-моё, вы мне тут еще донатили Ничего себе прикольно Девятое место Лола Ложка Рома забыл выключить эфир После прощания со зрителями Встал, зачем-то сообщил в пустоту Что вспотел И увалился на диван спать Как же я весь Спотел Ай, ёптую мать Ай, моя рука Удивительно, что спать Лола Ложка Вздумал прямо в джинсах и футболке В которой Блядь Чел, ну это блядь Сидел за компом Определенно чел забыл выключить стрим, да На вкусах не спорю Но спать в джинсах Да еще и просто под какой-то простыней Не удосужившись Мне кажется, он прикалывается, может, это все несерьезно Ну если это несерьезно, то нахуя ты это видео записал Пак работал в шахте до седьмого пота И так утомился, что буквально свалился с ног на первую встречную горизонтальную поверхность Тем не менее, зрители были восхищены этим перформансом Который зафиксировал на камеру Лоложка Восьмое место Габзавр Он давненько промышляет стримами в компании своей маман Людмилы Юрьевны Или Людмурико Лично я не особо вникал в этот семейный контент Но, судя по комментариям в разных соцсетях Напрашивается вывод, что и мама, и отпрыск, и даже постоянные зрители там А габзавры еще существуют? Они там вообще живы еще, нет? Демо требует обследования у психиатра На одном из стримов между мамой и сыночком корзиночкой Произошла стычка Говорят, она слишком много накатила на эфире И ляпнула что-то обидное в сторону своего ребенка Габзавры не растеряются Яси ребенок, это ребенок? Вот это ребенок? А что ребенок, как мама, блядь, по возрасту? Он даже старше выглядит Плялся и врубил ответку, забыв о... Пляйся, ребеночек ...в ученой камере Вероятно, в момент избиения Яшин забыл прервать стрим Кое-кто в комментариях на ютубе даже ждал примирительного кекса Но, хвала небесам, до этого не дошло И в итоге Яшин просто публично извинился перед старушкой Хотя, думаю, у большинства зрителей осадочек остался Зрелище все-таки не самое приятное и адекватное Седьмое место Мисс Бехевен Заигрывание с аудиторией мужского пола классика для стримеров Подождите, что-то знакомое Бля Ну это тоже, типа, случайно было, да, да, да Впрочем, некоторые особи заходят в этом смысле слишком далеко Не то, чтобы мисс Бехевен забыла о включенной камере Скорее, она запуталась в платформе, на которой ведет трансляцию Девушка стримит не только на Твиче, но еще и на сайте Известном своим взрослым платным контентом Но получилась такая вот оказия Вместо престарелых любителей гонять лысого с OnlyFans Прелести девушки предстали перед молоденькими геймерами с Твича Поэтому культовую вырезку из стрима можно найти только на... Специфических платформах Самый цемес даже не в этом Подумаешь, исполнилась рептиз перед камерой Обычно на Твиче за такое банят и банят надолго Мисс Бехевен загна... Ох, как надолго на три дня, блин Стали под шконку всего лишь на три дня Отчего сильно бомбануло у других пользователей Люди недоумевали, почему за мелкие косяки Можно схлопотать блок на неделю, а то и месяц А за варенье крупным планом перед камерой Какие-то ничтожные трое суток Не буду копаться в тараканах администрации Но допущу мысль, что модераторам просто слишком понравился контент Отчего их сердца растаяли и смягчились Шестое место Аллахандес Этот парень, как обычно, рубился в дотан Однако забыл... Аллахандес? Выключить стрим и начал заниматься будничными вещами, готовясь ко сну То есть снял футболку и почесал стручок Как оказалось на потеху публике Лично я не вижу тут ничего экстраординарного В конце концов, в отличие от предыдущей барышни Он ничего даже не засветил толком Что они обсуждают то, как человек перед сном снял футболку и поправил членов Бляхес, не умирай, беши, ты нам еще нужен, выздоравливай библи-тум Да стараюсь, стараюсь, блядь Гном пассив за 2 доллара Максутка пассив за 100 рублей А это правда Купленов стримит, ты не знаешь? Что, сука, голос Купленова вы не знаете или что? Ваш любимый летсплейщик, вы не можете понять, он это или нет Как так-то? Ну просто задумайтесь Соглашусь с парнем Видимо народ так пересвитился скандальным контентом Что видит шок и сенсацию даже там, где ею и не пахнет Но все равно получилось ржачно Пятое место Купленов Я так и не понял, почему в комментах многие офорсили Купленова Потому что он даже патрон свой ни разу не чесал Забыл вырубить, да и продолжил копаться в файлах на плойке Ну и на десерт оставил зрителям приключения синего экранчика Вообще с Купленовым такое приключается часто Он на какие-то секунды забывает про камеру А потом просто не запаривается вырезать эти моменты из перезалива стримов Стример ведет себя более чем спокойно Я ждал, что он хоть в носу поковыряется Но нет, максимум статичные танцульки плечами или настройка микрофона Раз, два, три, 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 три Ну и возмущение по поводу спонтанного вылета из игрухи Иногда Дима замечает, что камера не работает, хотя она продолжает писать В эти моменты он смотрит аудитории прямо в душу Блях, опять камера не работает, да что же ты будешь делать? Многие поклонники находят происходящее забавным и позитивным А следовательно, Купленову тоже уготовано местечко в нашем видео Четвертое место 715 Тим В этом случае Соль скорее не в забытой камере А в другом нежданчике Во время трансляции чувак игрался с тем, с чем играться не стоит Объяснял аудитории принцип работы оружия, а потом О, то есть рычаг отпусти Ниху Эта вырезка из стрима породила целые потоки народного фольклора Сначала были ржачные комменты в стиле Вот почему мужчины живут меньше женщин и типичный стример из Донецка Шутки шутками, но вынужден сказать, что подобные развлечения весьма опасны Даже несмотря на слабую мощность ремонтки в руках блогера Так что подобное ни в коем случае нельзя повторять Третье место Зилон Оупи Этот персонаж на самом деле имеет слабое отношение к стримингу Зато бизнесмен из него хоть куда Неоднократно он заявлялся на твич в инвалидном кресле Выходил в эфир и плакался зрителям на дороговизну медицины Бля, это я через неделю Если температура не уйдет Я, блядь, думаю, нахуй меня парализует, я серьезно Потому что на самом деле температура, которая уже 4 дня подряд, это пиздец Мне реально уже ноги, нахуй, отказывают Естественно, сердобольные люди кидали мужику донаты, чтобы как-то поддержать коллегу Ребят, подержите, пожалуйста, да, да, там температура 4 дня, я не могу Ну реально не могу Медицина дорогая, пиздец, в Америке, бля, ребят Ну надо же как-то жить, выживать Помогите Помощь с лечением На одном из стримеров, взяло на OP, продемонстрировал настоящее божье чудо Не больше, не меньше В какой-то момент он подъехал к компу, видимо, чтобы выключить трансляцию Потом встал и пошел своими ногами Уж не знаю, сделал ли это чувак намеренно, ну мало ли, угрызение совести замучили Или же он захотел затроллить легковерных донатеров, чтобы те не сорили деньгами В любом случае, стример собрал до этого кучу баксов Быть может, именно они его внезапно исцелили Правда, потом Твич вознаградил мошенника вечным баном Так что теперь ему придется побираться, разве что в подземках или у церквей Второе место Ураган Хокаги Вот недаром говорят, что зеленый змей до добра не доводят А когда ты публичная личность Загорячий О, ну да, тут вообще не постанова, блядь Чего ж тут скажешь-то Помню, как-то мне постоянно приходили на стрим И в чате писали люди, что типа Ээээ! Там у урагана Хокаги умер друг! Эээ, вот, в прямом эфире. Посмотри, там у него умер кто-то. Средительными напитками стоит быть особенно аккуратным. Это отлично доказывает пример урагана Хокаги, который забыл вырубить стрим по пьяной лавочке. Шатаясь и чуть ли не опрокинув вешалку для одежды, парняга полностью разделся и предстал перед аудиторией, в чём мать родила, а потом заявился на кровать. Впрочем, судя по паблику стримера ВК, подобные эксцессы происходят с ним регулярно. Накануне Нового Года ураган заснул перед камерой прямо в кресле. Таким образом, он провёл... Привет. Я Хесус Алексей. Я красив и молод. Живу в Нью-Йорке. США.Стримера 19 лет. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Есть, СИЦМИ. Спасибо, Кирилл. Больше часа, а за сладким сном стримера наблюдало более полутора косарей зрителей. Что тут добавить? Наверное, кому-то пора качаться. Да надо надо. И первое место. Новопатра. Спорная и, пожалуй, самая пикантная история из этой подборки произошла с этетичь стримерши. Девушка вела трансляцию, а потом закруглилась и решила виртуозно сыграть на балалайке. Ну, ты понимаешь, о чём я. Каждый стример и стримерши после своего стрима. Отдельных рофлов заслужила мимика стримерши. Я даже теряюсь, какой из её талантов круче к музицированию или пантомиме. В конце концов, именно её фейс ближе к финалу стрима. Был нещадно растащен на мемы и вставки. Причём именно на камеру, не как иначе. Понятное дело, что это тоже постанова. А какие угарные моменты со стримов, когда блогер... Я думал, у ложки, когда залез под одеяло, тоже вздрачнул. Просто мы этого тут не заметили. Разобыли о включённой камере. Больше всего запомнились тебе. Вдруг ты помнишь такие. Ну, пиши ответ в комментариях и не заб... Ой, блядь. Пусть подписаться на канал, чтобы... Пошёл ты нахуй, фейкомёт ёбаный, блядь, долбоёб, сука. Всякую хуйню записывает, блядь. Я вахую вообще с этих... Видосов с его, блин. Это вообще ужас какой-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.